Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Извините, мистер Маклейн, не хочется вас отвлекать, но тут выяснилось кое-что довольно тревожное. Койл под наркозом, его реакция на наркетрин хорошая, сознание утрачено полностью и он вполне восприимчив. Но вот только... Нет места для имплантации структуры искусственной памяти? Проблема совсем в другом. Расскажите мистеру Маклейну, что вы рассказали нам. Слушайте внимательно. Я агент интерплана. Вы же все записываете, что я вам говорю. Прогрузите вашему боссу пленку, а меня оставьте в покое. Маклейн, выбирайте себя сюда, пока я вам не расколол вас по кусочкам. Особенно тебя. Ведь это ты руководишь этой контроперацией. Крутой он мужик, мистер Маклейн. Ненадолго. Мы прорвем ему эту цепь памяти и снова станет кротким аки-агнец. Как видите, мы давненько за вами наблюдаешь. Ну и мощно вас. Сыворотка правды. Но поверхность такой вытянула, которым я даже сам не знал. Так вот, почему вы так вались на Марс. Я никогда не хотел на Марс. А можете вы предсказать, что он вспомнит после наркоза? Трудно сказать. Чем скорее мы отделаемся от этого парня, называющего себя Дугласом Уэйлом, тем лучше. И мы вернем ему половину денег. Половину? Почему половину? Ну, кажется, вполне пристроено. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, мистер Мистер Койл, погодите Отличная у вас техника, мистер МакКлей Я очень плохо помню свою поездку на Марс Все размыто и непонятно, но замечательно Помню, как я сегодня переходил к вам в офис И мы заключали с вами договор По-хорошему, сейчас на вас нужно донести в бюро честного бизнеса Мы зовем тебя Койл Мы вернем все ваши средства Мы признаем, что действительно ничего для вас не сделали Не то, что ничего не сделали Вы даже не удосужились разместить у меня по квартире Ваши расхваленные места о напоминаниях Даже банальный корешок от билета не положили ко мне в карман Послушайте, Койл Я могу вам объяснить? Ладно Ширли Оформите, пожалуйста, полный возраст средств На имя Дугласа Койла в виде чека Спасибо Какого чека? Исключительно деньгами На личные ширли Спасибо И послушайте моего совета Мистер Койл Я попрошу вас не вспоминать о этой вашей недавней поездке Какая поездка? Видите себе, Мистер Койл В этом тебе без закобытка Просто сделайте так, как я прошу Никому не говорите о том, что вы припоминаете И старайтесь вести себя так, как будто бы вы ничего и не помните Хорошо? Так будет лучше и для вас, и для вас А теперь Мистер Койл Прошу меня извините, меня ждут другие клиенты С такой работой у вас вообще не должно быть клиенты Я их хотя бы не оставлю, я сейчас за ним пойду Видите, какое? Сейчас Вы захватывали моите Вы холкнули моите Вы захватывали моите Ну ведь Черви Черви с Марсом я же их откапывал Или нет Сейф Реквизиты Маклейна Настоящие Почему ты не на работе? Что ты делаешь дома? Ты сделал Ответь мне на вопрос Я был на мастер Или нет? Ты должна знать Конечно же не был И ты прекрасно об этом знаешь И тем не менее каждый день мучаешь меня своими стенаниями Ей богу Мне кажется Как будто был И в то же время Кажется Как будто и не был Выбери уже что-нибудь одно Но как? Такое ощущение Что у меня в памяти спровоцировано Два сознания Одно лживое А другое настоящее И непонятно как выбрать Почему я не могу спасить у тебя? Тебе-то память никто не изменил Если ты это не прекратишь То я уйду от тебя И наша семейная жизнь закончится Ведь я на грани психического срыва Прямая дорога в психушку Ну хотя с другой стороны Это многое бы уже объяснило бы Потом это куда? Дух я тебя предупреждала Между нами все кончено Так Давно пора было с тобой кончать Что сейчас по тебе происходит? Ты кто такая? Отвечай Я надеюсь на доклад И я кроваводой твоей жены Чтоб ты не узнала ничего Дуглас Все что я хотела Лишь сохранить тебя Ты должен понять Почему мне пришлось предать себя Ты предала не меня Ты предала себя О господи Свалыч Я убью его Мистер Коул Стоите Да значит вы вспомнили свою поездку на Марс Не стоило вам ездить к Маклэйну Мы все обознаем Ну как? Как это все могло произойти? Ручок в мозгу передает нам всю информацию Я прямо сейчас не прочитаю ваши мысли Вы выполнили для нас спецзадание на Марсе Теперь вы слишком много знаете, чтобы оставаться в живых Но ведь никакого Марса не было Это просто неприжившийся парень, насажденный Маклэйном Вы действительно были на Марсе Но Кедрин побудил вашу реальную память Если бы не Червит собран на Марсе Вот так бы ничего и не вспомнили Больше не можно доставать Я стоил, что я делал на Марсе Чтоб добраться до того босса Не должно забить нас на хранице И ведь они попробуют снова Когда найдут меня Они ведь найдут Из-за этого черта передатчика в моей голове Вот тебе и приключение в полном масштабе Вот тебе и поездка на Марс Так, давайте попробуем решить все как разумные люди Давайте попробуем снова стереть мне память Как будто я снова не летал на Марсе Так же был обычным клерком Как вам уже тщательно объяснили Этого было бы недостаточно Если вам имплантировать стандартные наборы воспоминаний Вы начнете неустанно копаться в своей памяти И это неизбежно приведет вас на Марс И в воспоминания инкорпорейтов Мы не можем допустить, чтобы все повторилось снова Но ведь есть же выход Совсем не обязательно убивать меня Соберите всех своих лучших военных психологов Пусть разберутся в моей голове и решат Какое лучше всего спроектировать воспоминания Придумайте для меня альтернативную память Которая позволит больше не доставлять проблем ни мне, ни вам Пусть решат, как сделать так Чтобы я больше никогда не вспоминал о Марсе И вы добровольно задаетесь Конечно, я согласен Потому что вариантом альтернативной смерти в будущем Будет реальная смерть сейчас Ваш ход первый Престаньте перед нами И мы рассмотрим такую возможность Но если ничего не получится И ваша память снова начнет просачиваться Как это было в этот раз Тогда мы уничтожим вас Как вам известны, Мистер Коул? Много того, что сниться И меняется работа их воображения И во сне наши дальние фантазии Направлены на воплощение их подсознательных желаний Но с возрастом мы сбываем об этих желаниях И если вы позволите То я сейчас расскажу вам об этих фантазиях Если вас это не сильно расстроит Да уж лучше ему не расстраиваться Мы тщательно проработали все участки вашего мозга И поняли то, что более сильное желание Чем стать тайным агентом интерплана У вас еще в самом маленьком возрасте Было желание спасти мир Сюжет довольно прост Как и собственно эгоистичен В сельской местности И перед вами переблялся католический корабль Из которого выходили маленькие беззащитные существа Спасибо По одному их сигналу могли приземлиться Десятки таких же кораблей Так как они общались целепатически Вам это... Их общение было понять сложно Но вы сразу узнали, что они хотят захватить мир И вы берете на себя важную роль спасителя мира А, ну конечно, я же их просто раздаю Нет, отнюдь нет, не так А вы передали им... Мы не уничтожали А проявили к ним доброту и сострадание Без порядка Такого добродушия они не получали Я им дал теплоты Ты меня гуманность удивила, Илья? Я дал им добра Они никогда не встречали ничего подобного Они среди людей, не среди своих И они заключили с вами договор Пускай он будет великий, ему себе поклоняться будет Он может делать все, что угодно Да, так оно и есть Но без наркотиков и глубокого психоанализа Вы просто об этом не вспомните Повелитесь Да, там деньги, слава, женщины Вообще все, все, все И в целом решили, что... Ну ладно, вот он умрет, тогда и захватит Он какой-то душка Не может сходить Как вы понимаете Это соответствует его личностям, характеристикам Его обычного поведения Этот сюжет практически совпадает с тем, что... В руках ничего нет Вы можете вживить ему столь экстравагантную структуру экстрафактуальной памяти? Можете? Мы имели дело со всеми возможными структурами экстрафактувальной памяти И нам не составит проблем вживить ему настолько примитивное воспоминание О том, что он когда-либо спасал Землю О том планетном вторжении Лучше по мне, что так В таком случае вы можете приступать к работе В качестве приготовки мы стерли все установления поездки на Марс Какая поездка на Марс Очень не хочется вас отвлекать Но тут выяснилось кое-что неожиданное Возможно, вам лучше зайти и посмотреть самому Они верили мне ничего не говорить Но так не говорили Если я их помню, то это ничего не должно Какой-то выбор ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА